Лекция по Бхагавадгите, как она есть, глава 16, текст 10, прочитанная его Божественной милостью Ачья Бхактивданты Свами Прабхупады, 6 февраля 1975 года, на Гавайях. Перевод. Потакая ненасытному вожделению, опинённой гордыней, тщеславием и самомнением, демоны пребывают в принуд иллюзии и очарованы приходящим, вершат свои грязные дела. Итак, мы объяснили, кто такие демоны, а кто? Полубоги. Божественные натуры. Полубоги – это преданные Господа. Вишну Бхакта. Вездесущая Верховная Вишность Бога и Его преданные Господа называют Дэвой, а Его преданных – Дэвой. Мы говорим о качествах демонов. Они утратили свой разум. Атмана означает вечная душа. Они утратили разум души. Они не знают, что они являются телами, что они души. Поэтому они в неверности, их называют наштат монах. Они потеряли духовный разум. Почему? Алпа-буддхая. Они не очень разумны. Мы очень подробно разбирали это. Каждый, кто обладает разумом, способен понять, что я не тело. В нашем теле заключена живая сила, без которой тело становится бесполезной, грудой материи, не более того. Пока душа присутствует в теле, я остаюсь личностью. Я такой-то мистер, такой-то человек. Но как только душа уходит, этот человек лежит на полу. Его можно пнуть по лицу. Никакого ответа не последует. Мистер перестал существовать. Но глупцы продолжают печься о телесных обозначениях, но они не о душе личности. Без души тело — лишь груда материи. Например, я видел механизмы в вашей стране. Вначале, когда я только приехал в вашу страну, я увидел, что кто-то выбросил на мусорку печатную машинку. Конечно, в Индии они такие вещи не выбрасывают, они их ремонтируют. Но здесь у вас ремонт обходится очень дорого, поэтому вы все выбрасываете. Машинка дорого стоит, но так как она не работает, вы ее выбрасываете. Она бесполезна. Точно так же наше тело — это тоже машина. Об этом говорит Бхагавад-гита. Машина — это машина, данная майя материальной энергии. Асат. К примеру, самолет — тоже машина. У него нет жизни, но жизнью является пилот. Пока присутствует пилот, машина приносит пользу. Если пилота нет, самолет может простоять в аэропорту миллионы лет, но так и не взлетит. Очень практичный пример. Тем не менее, они очень гордятся своим телом. Почему? Алупа-будая — им недостает разума. Отчего они стали такими недалекими людьми? В этом стихе сказано — камам ашритья. Главный принцип жизни — похоть. Ашритья. Они нашли прибежище главным образом у страстных желаний — камам ашритья. Наше изначальное положение в том, что мы должны найти прибежище у кого-то. Например, собака. Если у собаки нет прибежища, нет хорошего хозяина, ее положение не завидно. Бездомная собака, как говорят. Ей негде поесть, негде жить. Она тощая, не знает, куда податься. Собаке в природе необходим хозяин. Ей предназначено иметь хорошего хозяина. Тогда она будет счастлива. Ни в каком другом случае. Разве не так? Иначе она несчастлива. Она просто беспризорна. Недослужащие муниципалитета убивают таких собак. Наше положение аналогично. Мы должны это понимать. Мы не можем жить независимо. Это невозможно ни для какого из живых существ. Поэтому Веды предписывают Бог и живые существа. И те, и другие живые существа. Но в чем разница между Богом и живыми существами? Живые существа поддерживает Бог. Бог поддерживает их. В этом разница. Мы не можем себя поддерживать. Бог поддерживает. Поэтому, согласно христианским принципам, люди ходят в церковь и просят у Бога хлеба. Это факт. Мы не независимы. Мы во многом зависим от Бога. Богу служит Бог Солнце. Он полубог. Он исполняет волю Верховного Господа. Из ведических текстов мы получаем знания о Боге Солнце на Солнце. Бог Солнце или планета Солнце – это глаз всех других планет. Дело в том, что если не будет солнечного света, вы ничего не увидите. Как бы вы не гордились своими крошечными глазами. Поэтому настоящий глаз – это Солнце, а не ваши маленькие глазные яблоки. Но все же мы гордимся. Покажите мне Бога. Что будет доа? А есть ли у вас глаза, чтобы увидеть Его? Вы не можете разглядеть даже себя, не говоря уж о Боге. Поэтому это называется гордыней. Дамбха. Эти асуры, демоны, негодяи, раздуваются от гордыни. Им нечем гордиться, но все же они гордятся. Итак, я говорил о Солнце. Кришна дал вам солнечный свет, чтобы вы могли видеть. Кришна дал вам приятный ветер, чтобы вы могли дышать и жить. Вы во всем зависите от Него. Мы зависимы. Можем ли мы жить без света, без воздуха, дождя или воды? Мы зависим от Него во всем. Но из-за иллюзорной славы, из-за ограниченного разума мы думаем, что свободны. Я Бог, я все могу. Это психология демонов. Как только придет смерть, мы, будучи полностью зависимыми, вынуждены оставлять свое положение. Но позвольте мне остаться еще на час. Нет, даже не на минуту. Таково наше положение. Но демоны, вместо того, чтобы принять прибежище Кришны, вместо того, чтобы принять прибежище истинного слуги Кришны, они предаются похоти, страстям и гордыне и многому другому. Они вынуждены предаваться. Они не могут оставаться независимыми. Но если людям не достает разума, они принимают прибежище всего материального. Разумный же предается Кришне. Тот же, кто находит пристанище в похоти, гордыне, чеславии, иллюзии, является демоном. Но когда вы откажетесь от всего этого мусора и примете прибежище у высшей личности, вы становитесь божественным. Ни на каком этапе вы не можете объявлять о своей независимости. Это невозможно. Ваше изначальное положение – зависеть. Поэтому веды говорят, «Он поддерживает вас». Бог поддерживает. Это факт. Мы не можем поддерживать сами себя. Он дает тепло, свет, воздух, воду, фрукты, цветы, злаки и все остальное. Все это для вас. Ни в чем нет недостатка. Но из-за недостатка разума, отдавшись вожделению и гордыне, мы злоупотребляем дарами Бога. Поэтому мы испытываем нужду и голод. По милости Бога в мире есть все. Пурнамидам. В мире хватает всего. Пурнамада. Это творение совершенное. Пурнамад пурнамудат чати. Потому что он создан Богом. И потому он совершенен. Вы не найдете здесь изъянов. Пурнамад чати. Пурнамад пурнамад чати. Пурнамидамад чати. Например, вы нуждаетесь в воде. Это очень важно. Особенно в тропических странах. Люди используют много воды для уборки дома, для купания, для мытья кухонной утвари, для стирки. Такова ведическая цивилизация. Чистота. Чистота сопутствует божественности. Каждый должен тщательно мыться трижды в день. В Индии, не в городах, но в деревнях, по-прежнему обязанность женщины прежде всего прибраться во всем доме. Рано по утру они метут весь дом, не квартиру с квадратный метр, а хороший дом со двором. Дом без двора – это не дом, это скворечник. Но вам нравятся скворечники, эти огромные небоскребы, голубятни. В Индии по-прежнему, несмотря на бедность, у людей есть свой двор с небольшим садиком. Такие дома в деревнях являются традицией. Так что первое дело – чистота. Все должно содержаться в чистоте. Чанаке Пандит сказал, если вы хотите мирского счастья, тогда вот что необходимо. Не поклоняйтесь глупцам и негодяям. Нужно также должным образом хранить продукты питания. Это ведическая цивилизация. Работать три месяца не очень тяжело, но лишь для того, чтобы вспахать землю и засеять ее зерном. И через три месяца собрать богатый урожай. Сохранить его. И третье – заботьтесь о коровах. Дханнина Дханова. Говорится, что богатый человек – это тот, у кого достаточно зерна, злаков. Дханнина Дханова. Дханнина Дханова – это ведическая экономическая система. Гобая Дханова. Гобая – богатым считается тот, у кого есть коровы. Это правда. У каждого должен быть какой-то надел земли для выращивания хорошего зерна, и коровы, чтобы получать молоко. Тогда все экономические проблемы будут решены. Но асуры, как мы уже говорили, разбирая предыдущие тексты, где этот стих? 9. Карма – вы должны работать. Вы не можете поддерживать себя, не работая. таков материальный мир. Материальный мир — это не духовный мир. В духовном мире вам не нужно работать, равно как и есть. Там все совершенно. Но в материальном мире приходится работать, чтобы существовать. Но эта работа должна быть очень простой. Выращивайте зерно, держите коров, берете их молоком, готовьте хорошую пищу и ешьте. Установите в Доме Божество коричневый Верховной Личности Бога. И даже если вы предлагаете Ему лишь небольшой плод и маленький цветочек, Он будет доволен. Кришна не хочет ничего другого. Кришна не говорит, дай мне мясо, дай мне яиц, дай мне рыбы. Нет. Он говорит, если вы преданный, вы не можете есть то, что не было предложено Кришне. Преданный должен предлагать Кришне то, что Кришна хочет. Например, если вы хотите предложить мне что-то, вы же спросите, что вам нравится, то мне вам подарить. Точно так же, если вы пригласите Кришну к себе в дом или в храм, вы должны спросить у Кришны, господин, что я могу предложить тебе? Кришна сказал, Кришна говорит, предложи мне патрам, то есть цветы, овощи, фрукты, паламы, а также жидкость, воду или молоко. Кришна не говорит, поднеси мне мясо, яйца или рыбу. Нет. Кришна может съесть все, что угодно. Он всемогущий. Но все же он не ест это. Он может съесть все, даже огонь. Это уже другое. Но так как мы нуждаемся в прасаде, в пище, оставшейся предложение Кришне, Кришна говорит, дай мне это, злаки, молоко, фрукты и цветы. В приготовленном или сыром виде, это не важно. Кришна хочет этого. Что же касается вайшнавов, иногда люди бросают нам вызов, зачем нам быть вегетарианцами. Нет, нет, мы не ссоримся с невегетарианцами. Пусть они едят мясо на свой страх и риск. Мы же рекомендуем, принимайте прасад Кришну. Вот поэтому мы должны довольствоваться по Трампу, Шпам, Пхалам, Туям. И ничем больше. Однако, к сожалению, вместо того, чтобы принимать прибежища у Кришны, мы предались похоти. Это демонично. Поэтому говорится, Душ Пурам. Дух очень трудно. Пурам удовлетворение. Душ Пурам. Мы приняли прибежище у ненасытного вожделения. Таково наше положение. Желания людей и материалистичных демонов никогда не удовлетворятся, но лишь усиливаются, все нарастают и нарастают. Это говорит о том, что мы запутываемся все сильнее. Предназначение человеческой жизни – освободиться из плена материи. Но вместо этого асуры или демоны, вместо освобождения из материальных уз, они еще глубже увязают в материальной деятельности. Например, когда вы запускаете воздушного змея, у вас есть катушка. Вы знаете, вы можете запускать. Змей поднимается очень высоко, он все выше. В Индии очень любят пускать воздушных змеев. Вы даете змею подняться высоко в небо, и в то же время вы можете подтянуть его ближе к себе при помощи колесика. Так вот, это колесико, этот ролик, человеческая форма жизни, предназначена не для того, чтобы продолжать вести нечистую материальную жизнь, но для того, чтобы положить ей конец. Итак, остановите это. Вот в чем смысл человеческой жизни. Поэтому Веданта Сутра гласит, Теперь вопрошайте, сайте спокойнее, задавайте вопросы о предназначении или цели жизни. Об этом сказано в Шримад Бхагаватам. Здесь это называется камой. Кама значит похоть. У нас есть тело. Следовательно, у нас есть какая-то кама. Это факт этого не избежать. Вожделение присутствует. И его можно удовлетворять для поддержания тела. Но не предавайтесь такой похоти, которую невозможно удовлетворить душ пурам. Например, вожделение, как правило, ассоциируется с сексуальной жизнью. Сексуальная жизнь необходима для удовлетворения физиологических потребностей тела, так устроенную природой. Секс также необходим для продолжения рода. Иначе, зачем Бог создал секс? В этом есть необходимость, но не душ пурам. Не используйте его для чувственных удовольствий. Прибегайте к нему во имя реальной цели. Так что, если же ваша жизнь не упорядочена, то ваше вожделение никогда не найдет удовлетворения. Вы всегда будете желать этого, постоянно. Итак, эти демоны предаются похоти, которые никогда не удовлетворить. Никогда. Но дэвы, божественные натуры, держат свою страсть под контролем, ограничивают ее. Поэтому смысл барнашам и четырех барнашамов в том, чтобы держать вожделение в узде. Это необходимо. В начале жизни дети с пяти лет до двадцати пяти лет живут как брахмачари. Почему? Чтобы управлять камам дужпуром. Те, кто не оскорбнен с детства, с дурным общением, благодаря практике целебата сохраняют спокойный ум. Это называется жизнью брахмачари. Зачем это нужно? Чтобы обучить ребенка. Дело в том, что предназначение человеческой жизни, прекращение круговорота рождения и смерти, это миссия. Поэтому шастра говорит, Мужчина не должен желать становиться отцом, а женщина не должна желать становиться матерью, пока оба они не поклянутся вызволить своего будущего ребенка из круговорота рождения и смерти. Это долг родителей. Родители не должны зачинать детей, как кошки и собаки. У жизни должен быть смысл. Дело в том, что мы в таких обстоятельствах. Наши тела нечисто. Последовательно нам приходится рождаться и умирать. Например, как только вы заражаетесь, у вас повышается температура. Точно так же рождение и смерть. Это своего рода болезнь. Они относятся к той же категории. Джанма Мритю Джара Ветхи. Рождение и смерть старости и болезни. Они относятся к одной категории. Но мы боремся с двумя из них, а именно со старостью, болезнями. Мы пытаемся оставаться молодыми при помощи косметических средств, но это невозможно. Аналогично. Мы хотим жить вечно. Врач говорила мне, да, мы можем немного продлить жизнь, а затем что? В конце концов, вам придется умереть. Продлите вы жизнь намного или надолго. Вам не избежать смерти. Итак, рождение, смерть, старость, болезни. Всем этим мы обязаны своему нечистому, зараженному материальному телу. Но мы не думаем об этом. Не думаем о том, как освободиться от этого пораженного материального тела. Как возродить свое изначальное духовное тело. Духовное тело внутри, но у нас нет знаний об этом. Поэтому говорится «Алпа-буд-буд-буд-буд». Подлинная жизнь внутри, но нас она не интересует. Кто думает о духовном? Где такой университет? Где колледж, в котором вы учили тому, что мы вечные души, что тело временное, что долг вечной души очиститься, чтобы уже не рождаться в материальном мире. Где дают это образование? Поэтому «Алпа-буд-дхаях» им не достает разума. Они тратят все свое время на удовлетворение потребностей тела. Люди не слышат о существовании настоящей живой силы. Это образование вы получите в движении сознания Кришны. Поэтому это уникальное движение. Оно дает людям в обществе образование, необходимое для того, чтобы выйти из невежества животного существования. Дело в том, что те, кто пребывают под влиянием телесных представлений, Саева Гокхара, они не лучше ослов и коров. Го-кхара. Го-кхара значит корова. Кхара – осел. Человек действует как животное, корова или осел. Кто так поступает? Тот, кто считает тело собой. Наше тело – мешок из три дхату. Согласно аюрведической медицине, тело функционирует за счет трех элементов капхи, питты и ваю. Поэтому оно называется три дхату. Весь мир находится под влиянием этих представлений. У людей нет духовных знаний. Даже именитые профессора тоже твердят, есть только тело. После смерти тела всему приходит конец. Но это неправда. Следует усвоить этот первый урок духовной науки. Я не тело. Я душа. И Кришна начинает начальный образовательный курс в Бхагавадгите. Алпа-будха категория не очень разумных людей, демонов этого не понимает. Почему? Камам ашитки душ пурам из-за дамбхи. Например, собака очень горда. она лает. Гав, гав, гав. Она не понимает, что сидит на цепи. Она настолько глупа, что как только хозяин говорит ей ко мне. так что майя, наш хозяин, негодяй ко мне, да, она будет гордиться. Я важный. Это собачья цивилизация. наш табудхи. Наш табудхи, они утратили всякий разум. Их называют неразумными. Камам, вожделение. Из-за тела мы испытываем страсть. Мы не можем ее игнорировать. Но не превращайте ее в душ пурам, ненасытную страсть, ибо тогда вам конец. Ограничивайте ее. Поставьте ее в рамки. Поэтому, хотя в ведической культуре признается сила вожделения, удовлетворение страсти допустимо лишь ради обретения хорошего потомства. Это называется пурам. Ограничением. Итак, брахмачари обучаются этому. До 25 лет он не имеет права общаться с молодой женщиной. Он не может даже смотреть на нее. Это брахмачари. Он не должен даже смотреть. Если он обучился этому, то может оставаться брахмачари. Наштикка брахмачари. Если же он не способен на это, тогда ему разрешается жениться. Это называется жизнью брахмачари. семейной жизни. Дело в том, что время между 25 и 50 годами это период молодости. когда страсть очень сильна, тот, кто не способен ее обуздать. Это относится не ко всем. Есть много начатых брахмачари. Знаете, как брахмачари соблюдают обет безбрачия всю свою жизнь. Но это невозможно в нынешнюю эпоху. Равно как невозможно и стать брахмачари. Времена изменились. Поэтому только благодаря сознанию Кришны вы можете сдерживать свои страсти. В противном случае это невозможно. Один человек был царем, императором. Естественно, он очень был страстной натурой. И он отказался от царской жизни и стал преданным достигнуть совершенства. Он сказал, это был ему на чаре, гуру Рамануджачари. Он сказал, «С тех пор, как я обучил свой ум всегда служить лотосом стоп Кришны, я служу Кришне и испытываю все новое наслаждение». Если человек действительно ведет духовную жизнь, все больше погружаясь в свежение Господу, он будет каждый раз испытывать все новое духовное наслаждение, трансцендентное блаженство, такова духовная жизнь. Итак, я ему на чаре сказал, «С тех пор, как я начал каждое мгновение испытывать трансцендентное наслаждение, служал Адвистам стопам Кришны». Тадо-Ватхи, 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 Тадо-Нари-Санггаме, Тадо-Нари-Санггаме, так вот, MUELLER yang ему на чаре сказал, даже сама мысль отношения, сама мысль, Тадо-Ватхи, Тадо-Ватхи, просто одна из мыслей, «Бавати мукка Викара». Я тотчас же чувствую отвращение, «Боже, как это отвратительно, он всплевывает, а это совершенство». Это совершенство. Пока мы размышляем об этом, это тонкий секс. Размышления. Люди читают эротическую литературу. Это тонкий секс. Грубый секс и тонкий секс. Необходимо полностью освободиться от этих страстных желаний, а не отдаваться им, ненасытным душпурам. Итак, демоны предаются ненасытному вожделению душпурам. Они никогда не найдут удовлетворения. Почему? Из-за иллюзии. Асад грахат. Асад означает нечто преходящее, временное. Например, у нас есть материальное тело. Это асад граха. Тело временно. Все это знают, но все же слишком привязаны к нему. Это называется асад граха. Пока мы привязаны к приходящему телу, мы неизбежно будем испытывать беспокойство. Прохлад Махараш говорит, мы воплощены во временном теле, потому исполнен тревог. Отец спросил у Прохлада, мой дорогой сын, чему хорошему ты научился в школе? Скажи, пожалуйста. Каждому отцу хочется знать, как учится его сын. И Прохлад Махараш ответил, мой дорогой отец Асура, он так и сказал, Асура Варья. Он не назвал его отцом. Он сказал, мой дорогой Асура, лучший из Асур. Асура Варья. Асура Варья значит лучший. Это глупость. Лучший. Он назвал его лучшим Асуром, отец услышал слово лучший. Называя его Асуром, лучшим Асуром. Все же отец остался доволен, ведь он считал себя лучше. Лучшим Асуром. У Прохлад Махараш преданного было чувство юмора, поэтому он не назвал отца отцом. Он сказал, о лучший из Асуров. Думаю, вот что очень хорошо. Очень хорошо для того, кто воплощен в материальном теле. Это относится ко всем существам воплоти. Тот, кто исполнен тревог. Это факт. Мы все в тревогах. Тревоги свидетельствуют о том, что мы заключены в материальное тело, поэтому мы беспокоимся. Для таких существ есть лучшее средство. Какое? Они должны оставить так называемую семейную жизнь, подобную темному колодцу. Темный колодец в полях. Такие встречаются. В былые времена люди копали колодцы. Иногда они зарастали травой. И какой-нибудь путник, не заметив, он должен идти в лес в банан-гатан. Какое благо это ему принесет. Харим ашраета. Просто примите прибежище у Кришны. Предайтесь Кришне, а не страстям. Тогда ваша жизнь станет успешной. Спасибо вам большое. Продолжение следует...